Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам об Александре Збруеве, советском и российском актере театра и кино, народном артисте РСФСР. Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве, на Арбате. Отец был начальником главного строя управления наркомсвязи, занимал высокую должность, заместителя наркома связи СССР, мать происходила из дворянской семьи, получила актерское образование, работала на кинофабрике имени Чаковского. В ноябре 1937 года отец актера был арестован, в мае 1938 года расстрелян, а мать с грудным Александром была выслана под Рыбинск, в свою квартиру на Арбате, которая к тому времени стала коммунальной, мать и сын вернулись в 1943 году, в комнату, в которой остался проживать сын от первого брака, Евгений Федоров, актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР. В школе Александр учился плохо, дважды оставался на второй год, занимался боксом, дошел до первого юношеского разряда по гимнастике, был хулиганистым арбатским пареньком, носил прозвище «Интеллигент». В 1961 году Збруев окончил высшее театральное училище имени Щукина. После окончания училища в 1961 году Александр был принят в труппу театра имени Ленинского комсомола, где он с успехом играл в спектаклях, поставленных Анатолием Эфросом и Марком Захаровым. В кино актер дебютировал в фильме «Мой младший брат», в котором он создал образ своего современника Димки. Лента вышла на экраны страны в 1962 году и стала первым успехом для исполнителей главных ролей, Александра Збруева, Андрея Миронова и Олега Даля. В 1966 году удачной для актера стала главная роль сотрудника ОБХСС Алешина в детективной картине «Два билета на дневной сеанс». В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера в начале 1970-х годов можно смело считать, круг, который был продолжением знаменитого фильма «Два билета на дневной сеанс», романтическую мелодраму романс о влюбленных, где он сыграл хоккеиста Волина и, конечно же, «Большая перемена», где он исполнил роль Григория Ганжи. Затем снимался в таких фильмах, как «Баталёны просят огня», «Убить дракона» и многих других. В 1986 году Ирина Купченко и Александр Збруев сыграли главные роли в мелодраме «Одинокая женщина желает познакомиться». Актер также снимался в фильмах «Мелодии белой ночи», «Наследница по прямой», «Черная роза», «Эмблема печали», «Красная роза», «Эмблема любви». В картинах «Ты у меня одна и все будет хорошо». В 1991 году исполнил роль Сталина в картине «Ближний круг». В 1997 году сыграл главную роль в детективной комедии «Бедная Саша». Александр Збруев снялся более чем в 80 фильмах. В 1995-2005 годах параллельно с актерской деятельностью он занимался бизнесом, открыв с компаньоном в подвале «Ленкома» ресторан «Трам» — театральный ресторан актеров Москвы. В 1999 году вместе с другими известными артистами принял участие в проекте Виктора Мережко и композитора Евгения Бедненко поют звезды театра и кино, где с успехом выступил на концертах как исполнитель песен. Этому был посвящен музыкальный диск, выпущенный в США и продублированный ради МПС. С 2000 по 2004 год набрал и вел актерскую группу в Рате, будучи руководителем курса. Этот выпуск оказался единственным, так как от дальнейшей преподавательской деятельности в Рате Збруев отказался. В том же 2004 году исполнил последнюю крупную роль в кино и ушел в десятилетний творческий отпуск, периодически появляясь в камео-образах. Только в 2014 году с успехом состоялась премьера трагикомедии кино про Алексеева, в которой актер создал ключевой заглавный образ советского барда. Александр Збруев был дважды женат. С 1959 по 1963 годы был в браке с актрисой Валентиной Малявиной. С 1967-го, брак с Людмилой Савельевой, актрисой, балериной. В этом браке родилась дочь Наталья, снялась в роли Малаховой в телефильме «Если верить Лопатухину». От короткого романа с актрисой Еленой Шаниной родилась дочь Татьяна. Александру Збруеву присвоено почетное звание Народный артист РСФСР за большие заслуги в области советского искусства. Присуждена государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства за спектакль Московского театра Ленком Шут Балакирев. Премия «Золотой орел» за лучшую мужскую роль в кино за фильм кино про Алексеева. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Дорогие друзья, я благодарен вам за интерес к моим работам, которые вы выражаете своими лайками и комментариями. Всего вам наилучшего в жизни.